Разговаривать с странами в режиме взаимных каких-то санкций – это абсолютно, на мой взгляд, неконструктивный путь. И неконструктивность этого пути, как ни странно, если вы проанализируете историю многолетнюю, десятилетнюю, десятками лет, против кого у нас были когда-либо в мировом сообществе какие-либо санкции? Ну вот были санкции против Южноафриканской республики, против апротеида. Но при этом в результате этих санкций в ЮАРе научились, единственные и первые в мире научились делать жидкое топливо из угля и всю продукцию химии. Потом, кстати, эта технология, которая была изобретена на Сосоле, была успешно применена и в Соединенных Штатах, и во Франции, и в том же самом Китае сейчас. И апротеида, как бы эти санкции никак не подействуют. Санкции против Ирана. И что мы видим? Иран как бы развивается, действует. То есть санкции – это не тот вообще язык, на котором надо разговаривать. Почему-то, смотрите, вот что мы имеем. Просто задумайтесь немножко. Последние годы мы стали с вами свидетелями, как вокруг Европы растет какая-то такая серьезная напряженность. Начиная с Ирака, потом возьмите Ливию, потом Египет, потом Сирия. Сейчас вот напряженность в Украине возникла. Мы с вами каждый день смотрим по телевизору то, что показывают весь этот беспредел, который там и люди страдают. Подумайте, да? Вот кому нужна эта напряженность? Причем эта напряженность создается по точкам, связанным с поставками по существу, с направлениями поставок энергетических ресурсов в страны Евросоюза. Кому это надо? Или что, в России нужна вот эта вот заваруха, которую мы видим, и боль, и страдания людей на Украине? Что, России это надо? Нам это не надо. Мы хотим нормально торговать. И за наш товар получать нормальную цену.